Теперь об этих и других новостях расскажем более подробно. Александр Тищенко, Даниил Лендов и Карим Асаналеев. Имена этих молодых людей теперь на слуху у жителей всего Камазягского района. В посёлке Иванчук школьники спасли человека. Подробности у Артёма Лепёхина. Мы шли оттуда и увидели, что он тонет там. Мы побежали резко. Первая реакция ребят, а выдержит ли лёд? Хотя это и льдом было назвать сложно. Толщина корки не больше двух сантиметров. Времени думать не было. Человек тонул. Хотел ему руку дать, вытащить его. И мы с ним ушёл. Я вылез, потом они нашли канат. Кинули, он обмотал, и мы его дёрнули. Численность Иванчуга около двух тысяч человек. Большая часть села расположена на берегу реки. Здесь, в этом месте, находится дачный участок. Людей практически сейчас нет. Если бы случайно тут не проходили ребята, всё могло бы закончиться печально. Здравствуйте, как дела у вас? Всё у вас хорошо? Для Николая Мочалова Саша, Даниил и Карим за короткое время стали почти родными. Как те ребята из полка, с которыми ныне 90-летний ветеран дошёл до Берлина и воевал у стен Рейхстага. Может быть, поэтому привык рисковать. И тонкий лёд кажется абсолютно безопасным. Он не может отказать себе в удовольствии порыбачить. И сидит с удочкой, даже когда под ногами трещит ледовая корка. Я и так всю зиму был осторожный. Уроки беру с прошлых лет, зим. Ну и опять туда проехал хорошо, на самку, оттуда. На колено. И начинаем из него что делать? Вот такими движениями выкачиваем воду. Навыки по спасению людей школьники получают на уроках ОБЖ. У преподавателя Ирины Григорьевой они всегда проходят интересно. Но даже она не ожидала, что её воспитанники способны спасти человека от смерти. И спрашиваю, как ребята, я говорю, ну, расскажите, пожалуйста. Они, а откуда вы знаете? Они даже не хотели говорить, они скромные. Так воспитаны. Они живут в таких семьях, где как бы с молоком матери они впитывают уже это, что нужно. Помогать, ну, как другим помогать в беде. Для нас, для Иванчика, это вот первый раз. Чтобы ученики именно, как говорится, спасли. Мы планируем, значит, совместно с ГИМС, с МЧС провести линейку наших героев, как говорится, наградить. А если бы не было вот проволоки этой вот? Наверное, куртку бы снимали. Ну, куртки сняли бы, там, связали бы. Для Александра Тищенко людей на воде спасать не впервой. Похожий случай был в прошлом году, только тогда он был один. Сейчас рядом с ним друзья, и никто из них не считает, что совершили подвиг. Помочь в беде – обычное дело. Артём Лепёхин, Руслан Асанов, Центр новостей.